Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами отправимся в Святую Землю, в благословенную Палестину. Давно мы там не были, поэтому можно и обновить прекрасные впечатления. К тому же завтра чествуем мы память святого пророка Ионы, который всем своим сердцем был привязан к земле обетованной. Есть севернее Назарета, где когда-то воспитывался Господь наш Иисус Христос, небольшое арабское селение. В нем и поныне показывают могилу этого праведника, одного из самых удивительных мужей Ветхого Завета. Жил он в восьмом веке до Рождества Христова. В то время древний Израиль был окружен множеством враждебных государств. С виду враги были сильнее и могли без труда завоевать его. Но хранили израильтяне великое сокровище – веру в истинного Бога. И Бог помогал им в трудные минуты их жизни. Так израильскому царю предстояла жестокая война с могучим сирийским царством. Войско сирийцев было бесчислено, как песок морской. Царь пребывал в глубокой печали, не зная, одолеет ли он врага. Но пришел к нему пророк Иона и громогласно возвестил – «Не бойся, царь, с тобой Господь, Он дарует тебе победу». И действительно, израильтяне разбили сирийцев, вернули немало своих городов, а главное – на землю обетованную опять пришел мир, пусть даже и недолгий. Пророк Иона тоже хотел насладиться этим миром. Но Господь возложил на него еще более трудную задачу – «Встань и иди в город Ниневию и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Такие слова услышал пророк из уст Бога. И сразу же смутился. Почему, думаете? Потому что Ниневия, а это был огромный ассирийский город в Месопотамии на реке Атигр, считалась одним из самых грозных врагов Израиля. И если наполнилась она злодеяниями настолько, что они дошли до неба, то зачем туда идти и о чем проповедовать? Не проще ли истребить ее с лица земли? Такие мысли теснились в голове Ионы. Неужели Бог столь милостив, что хочет и Ниневию пощадить? Но пощадить ее – значит сохранить врага Израиля. Так и не смог он понять Божие повеление. И решил просто убежать от лица Господня далеко-далеко. Сел на корабль и поплыл на запад. Но можно ли вообще убежать от Бога? Господь показал Ионе, что нет. Разразилась на море великая буря, и корабль уже покрывался волнами, а Иона спокойно спал в трюме. Корабельщики разбудили его и начали расспрашивать, кто он и куда едет. Иона рассказал им все как есть. Поняли они тогда, что бежит он от лица Господня и не хочет исполнять его волю. «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло?» – спросили они. «Возьмите меня и бросьте в море, потому что из-за меня постигла вас эта беда», – ответил им Иона. Почему он так сказал? «Потому что верил, что Господь и в море не даст ему погибнуть». И действительно, повелел Бог громадному морскому зверю проглотить Иону. И был пророк три дня и три ночи внутри этого чудища, и дышал тем воздухом, который вдыхал зверь. Горячо молился он Богу о своем спасении. И умилостивился Господь, и приказал зверю извергнуть Иону на сушу. Едва поднялся пророк на ноги на песчаном берегу, как вторично услышал голос Божий. «Иди в Ниневию и проповедуй». И пошел Иона к злейшим врагам Израиля и возвестил. «Через сорок дней Ниневия будет разрушена». И поверили жители этого города словам пророка. Объявили всеобщий пост и начали со слезами каяться в своих грехах. А Иона ходил посреди них с грозным видом. «Кайтесь, не кайтесь, а настал вам конец. Одним врагом меньше», – думал он. «А когда прошло сорок дней, он вышел из города и сел на пригорок, чтобы видеть гибель Ниневии. Сидел долго и никакого бедствия не увидел. Это сильно его огорчило. Начал было он взывать к Богу. «Почему пророчество не исполнилось? Почему щадишь ты наших врагов?» Что же ответил ему Господь? «Да просто пожалел я их. Ведь так усердно приносили они покаяние, как Израиль никогда и не каялся». Так Бог дал понять пророку Ионе, что не только израильтяне – народ избранный, что и все другие племена и языки могут войти в вечное Царство Божие. Прочитайте, друзья, книгу пророка Ионы. Она находится в Ветхом Завете. И вы увидите, как милосердь Господь, как заботится Он обо всех народах и о каждом отдельном человеке. Где покаяние, там и спасение. Вот золотое правило жизни. До свидания, дорогие мои. До свидания, мои хорошие. Всего вам самого доброго. И храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok